Итак, мы переходим к практике. Все-таки надо выявить, кто это такие госслужащие. И у нас сегодня, знаете, был спор. Не только что спор, мы вдвоем с преподавателем чманили других преподавателей. Чманили прям сильно, потому что это жесть, конечно. Чманили, значит, мы не жали. Ну, чморили, да? Потому что они не смотрели «Игру престолов». Ну, идея такая. Я сейчас объясню, почему тот, кто считает, что можно не смотреть, тот не прав. Это не вежит. Дело в том, что мы живем в социуме. И в социуме есть такие, так называемые, общие тексты. Но это общие тексты, которые знают все. Например, в XIX веке это было Пуфкина, все знали. Ну, как интеллигентные люди знали Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Это был общий текст. И зачем это? Для общения. Когда вот ты начинаешь общаться с другим человеком и говоришь там, на золотом дубе, ну, что-нибудь такое. И все говорят, а, все понятно. Так вот, сейчас классиков не знаю. Ну, и не надо, они же умерли уже. Сейчас другие общие тексты, в данном случае фильмы. Так что, если вам фильм не хочется смотреть, сели и посмотрели иностранный сериал, потому что иначе вы выпадаете из социума. Вы стали идиотами, идиотус, непонимающие. И сегодня у нас будет занятие по Игре Престолов. Я прошу ответить на следующий вопрос. Кто является госслужащим в Игре Престолов? Кто является государственным служащим в Игре Престолов? Ну, а, ну, да, записать. Прошу это записать. А если имя не помню, просто долго. Ну, да, описать, кто это там. Нужно именно черчать? Одного хотя бы. Кто является госслужащим? Привести один пример хотя бы одного. Одного госслужащего. Можно имя, можно чем он занимается. Главное, чтобы была идентификация, кто это там. Ой, что-то непонятно? Вот если я приведу пример, просто скажу солдат. Ну, не солдат, а как это было. Выберите какого-нибудь там ногу солдата. А мы даже не знаем, вообще мы даже трейлеры не имеем. Будете идиотами сегодня. Потому что Игра Престолов – это классика. Это должно быть введено в обязательную программу. Кто еще? Хотя бы первый сезон. Вот первый сезон вот так вот нужно. Заставлю смотреть. Я люблю только русские мелодрамы. Что-то такое здесь. Я на сцене революцию. О, сакатрии тоже такие есть. Ненормальные. Не смотрели Игра Престолов. Потому что ненормально не смотреть то, что все смотрят. А я, может, не хочу быть как все? Надо! Надо быть как все. Частично. А частично быть особенным. Ну, скажу, скажите, какой у вас есть общий текст, чтобы мы все знали? Может, вы вообще откреплены от нашего общества? Откреплены? Ну, а есть что-нибудь общее текст? Что вы смотрите? Какие вы сегодня пропустите? Ну, вот бывшие, можно сказать. Вы знаете сериал «Бывшие»? Это не общий текст. Мы говорим о европейской культуре. О широкой европейской культуре. А это всего лишь ремейки. 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 А посмотри, что новое. Ремейки. Вот, да, кстати. Это вот сейчас считается такой текст. Нет, сейчас считается таким текстом. Это «Джокер». Нет, просто после награждения, ну, после ремя, Чернобыль принят, ну, признать самым рейтинговым сериалом за всю историю сериала вообще. Он сейчас стоит в мировом рейтинге самый первый. Возможно. Хорошо. На следующем занятии. Посмотрим на следующем занятии. Упражнение сделаем по Чернобылю. Я напоминаю, у нас административное право. Ну, кто не смотрел, сейчас все равно вы решите. Ну, пойдем. Да, да, конечно. Сейчас люди расскажут. Поднимите, пожалуйста, руку, кто выполнил, кто погружен в настоящую культуру европейскую и выполнил задание. Я вас прошу выбрать, кто вам нравится, чтобы вам приговорить. Я, да, можно? Да, пожалуйста. Ну, я самое банальное выбрал, то, что пришло первое в голову из Королевской Гавни, я выбрал Петера Бейлиша, мизинца. Один. Мастером на диплометре. Итак, должность. А, Бейлиш, как он, через Э, да, Бейлиш? Е. Я собираю, как в последнем сезоне его красиво порешили. Седьмой, наверное. Итак. Последний. Нет, нет. Предпоследний. Предпоследний. Восьмой. Мастер над монетой. Поднимите, пожалуйста, руку. Кто не понимает, вообще, кто такой мастер над монетой? Как он относит? Да, пожалуйста, спросите у автора. А, ну, просто спросите сейчас. Миссар, расскажи, кто такой мастер над монетой. Ну, типа, я бы аналогию с современной жизнью провел, что он служащий в Министерство финансов. Возможно, министр равен министру финансов. Главный по финансам. Корректор. Ну, раньше, это же сериал по средним векам. Ну, по аллюзии средних веков. Казначей. Да, и тогда был Казначей. Это человек, который ведал чеканкой монет. Выпускал монету. Выпускал монету. И потом автоматически... Сейчас это Центробанк делает. А тогда делал министр, и он же контролировал оборот, денежный оборот в государстве. В среднем конкурсе. Спасибо. Поднимите руку, кто... Ну, например, Томас Мором был таким. Томас... Томас... Ну, не важно. Вот. Ну... Поднимите руку, кому непонятно. Томас Мором, тот, кто написал, господи, произведение... Ну, государство, которого нет, как называется, про русский. С тех пор вошло. Утопию. Утопию. А, первый Утопию написал, который назывался Утопия. Да, Томас Мором написал. Ну, худни. Философ и литератор. И он же мастер над монет. Итак, ну, не мизинец. Он не занимался тем, что же не занимался. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не понимает эту идею. Не понимаете? Я? Да, понимаю. А как он... Что он говорит? Что он говорит? Ну, мастер на монеты как связан с госслужбой? Ну, то, что мастер на монеты, это казачей. Ну, а сейчас как? Министерство. Да. Корректно? Да, не знаю. Поднимите, пожалуйста, руку, кто считает, что нет, мастер над монетой, это не является государственным служащим. По каким-либо признакам. Не является он госслужащим. Выберите тебя, понятно? У него нет образования, как минимум. Это тогда в принципе не было? Тихо-тихо-тихо. Образование было всегда. Ну, как, в среднем века точно уже было образование. Университеты же возникли, но когда у нас? В среднем века именно. Именно для этого, для политики цены, для создания управляющей элиты. И интеллектуально. Подвините, пожалуйста, руку, кто не понимает эту критику. вы понимаете? вы понимаете? я нет, я понимаю а, смотрите, это классно он бы сказал так я понимаю, точнее, нет сложно вас понять поднимите руку, кто понимает эту критику спросите тех, кто понимает это что? а, все у него нет образования ну, раз он спрашивает, значит, мы не поняли профессиональный госслужащего наличие образования вот у него его нет понятно? у госслужащего должно быть образование? да может быть, госслужащий без образования? нет ну, его на работу просто не возьмет образование – это шапочка то есть, он должен обладать определенными знаниями какими знаниями, например скорее всего, должен обладать мастер над монетой? ну, там элементарное что-ли или счет он же считать должен уметь ну, куда? понимаете эту критику? да, я понимаю согласны? нет не согласен потому что, ну, прежде всего признак профессионализма госслужащего это навыки знания, а не именно конкретно образование но, конкретно поэтому мизинец был достаточно образованный и он экономику знал, наверное, лучше во дворе лучше всех а касательно образования давайте поучим у вас есть аргумент, что мизинец был образованный человек? он умел читать ну, как минимум там далеко не все я не знаю, будет ли это аргументом то, что его взяли на эту должность и он очень долго на ней продержался ну, это будет, как бы вы меняете причины следствия он воспитывался в семье он был он не из голубых кровей был он, типа, сын там, какой-то пастух короче, крестьянки не, он вообще наоборот вышел, типа, из крестьянки итак, есть у вас аргумент, что у него есть образование? прям такой, что 100% пока не приходит в голову еще вы отказываетесь от своей идеи? я считаю, что образование это не обязательный признак для услуги как? как? а вот это ну, типа, написано навыки и знания ну, ничего про образование, нет вы нам сами сказали а знания у него были? навыки? просто, тогда в общий уровень образования был навыки у него были какие? у него не было диплома, потому что его не могло быть их не выпускали потому что университетов не было тогда в средние века ну, в ранние не было, ну, хорошо навыки у него какие-то были по управлению? да какие? он умел выпускать какие у него навыки по управлению? он очень хитрый был а, ну, у него, кстати, было целое, это целое, это это, карлины, гнездо, короче нет, это после он был мастером а до этого чем занимался? бордель 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 или уличный дом он похожа на государство? есть управляющая есть управляющая то есть он управлял то есть были у него навыки управлять? я забыл управлять просто ну как? вы плохо конспектировали поднимите, пожалуйста, руку кто не понимает идеи о том что у мизинца были навыки знания и навыки для занятия данной должности кто не понимает это идея? пожалуйста, на последней партии вы понимаете? нет, а идею идею эту понимаете? ну как я могу вести с вами или с кем-то дискуссию если я не смотрела этот сериал? а мы его уже ввели в контекст мы его вводим в контекст вы уже должны понимать тем более мы уже давно от тебя чуть отошли уже вы понимаете вот эту идею о том, что чтобы занять определенную государственную службу необходимы навыки, опыт какой-то опыт управляться? это вы понимаете идею? судя по нашей речи, у этого человека был опыт управляться? да где? где? это же тоже опыт управляться? там же товар, там же определенные регламенты там все опять же все все это есть это корректно? это ваше? да слышали? то есть он не с улицы пришел а из борделя ну то есть у него был опыт еще там знаете какой конвейер? он все организовал, все поддерживал там уже, вы же смотрели фильм? там уже все красиво все эстетично ну в том да да согласны, что мизинец? но он говорит, что под образованием имеется в виду какой-то опыт полученный опыт и знания не подходит? ну просто совершенно разное время то есть сейчас вряд ли просто по опыту и навыкам в этом безобразовании тогда да, а сейчас нет ну как вы думаете если бы мизинец был сейчас он бы этот дипломчик выкупил? да если бы у него было бордели все бордели в Волгоградской области как думаете, был бы у него диплом? что первично, что он владелец бордели у него что есть? у нас есть бордели в Волгоградской области я фантастический я фантастический сейчас вы рядом с камерой хватит я не буду вырезать я не могу все просматривать мне за нас прям гордо итак мастер над монетой корректно или некорректно прошу определить аудиторию определиться это корректно это государственная служба я мизинец нес или это не была государственной службой давайте перед тем как определиться надо признак определить какой признак в данном случае относит его госслужащему несколько признаков с профессионализмом мы немного разобрались правильно? то есть профессионализм профессиональная да также служебная служба тоже он давал клятву королю он участвовал в общих сборах министра все клятва это относится к какому признаку? к иерархии службе да он давал клятву значит он служил королем как мастер и? не братуан да нет он был после по моему после и у Сорсея он тоже был клятва и еще что? или хватит? сейчас еще являлся он гражданином Вестероса не Зиниц ну мы можем предполагать что да ну вроде никаких не было таких что нет не было такого ну там есть там был кстати другой блок а даже узкое море через да он гражданин Вестероса тогда да и он обеспечивал полномочия государства он функция делал деньги экономист экономист поднимите пожалуйста руку кто считает что мастер над монетой из того что мы обсуждали является если бы мы посмотрели с нашей точки с нашей позиции государственным служащим один является является государственным служащим я просто думала у нас же смешно один один два три четыре пять шесть семь восемь девять десять исто девятнадцать двенадцать двенадцать четырнадцать десять шесть 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 двадцать шесть echoing посчитали что это является приз государственным служащим. Подавите руку, кто считает, что нет, это не так. Один, два. Можно ваш аргумент в одно касание? Мне кажется, это потом вызовы разграничения, то есть это правящая элита. Что это не служащий, это правящий элит. А вот ему уже служили. Ну там кто-то в его министерстве, там какой-то этот, его там слушал. Вам понятно эта идея? Согласны? Относился ли он к правящей элиты? Нет. По какому признаку? По признаку того, что я смотрю сейчас список правящей элиты, там ничего подобного нет. Президент, судья. Но он держал в эстерос руках? Ну, бетефорически. Бетефорически, да. То есть там распоряжался, там менял людей, убивал. Можно считать, что... Ну, бывает такое, микрия, да, вроде как госслужащий, но по сути за личиной госслужащего у него была... Правда, не показали его слуг, собственно, вообще ни одного. То есть хотя бы у Вариса были птички. Их показывали птички там, да, все-таки. А, ну, не извините, он как бы один был со всей службы со своей. То есть как бы подразумевается только, что у него есть... Ну, да. Он всегда был один, так что он вроде как и главный, а вроде как и никому и не подчиняется. Хорошо. Ну, это просто на вскидку. Ну, вопрос есть, но он является госслужащим, как решило большинство. Есть ли вопросы по следующей нашей встрече или вообще вопросы? Продолжение следует... Продолжение следует...